Дмитрий Годанев в органах прокуратуры без малого 30 лет. До назначения в Рязань работал в прокуратурах Тверской, а затем Смоленской областей. Круг проблем в регионах примерно одинаков, рассказал он журналистам. Работая в Тверской области, работая в Смоленской области, перейдя на Рязанскую землю, сталкиваюсь с того, что наиболее волнует население, наиболее актуально. Это, конечно, проблемы жилищно-коммунального комплекса, это работа управляющих компаний, это содержание жилищного фонда, это состояние коммунальных сетей. Вопросы, связанные с реализацией программы капитального ремонта, тревожат население и состояние, что и в прежних субъектах, и здесь, это состояние водоснабжения. Безусловно, людей волнует состояние медицины. Мы реагировали и на необеспечение льготными лекарствами, и на недостатки в работах фельдшерских, акушерских пунктов. Задавали вопрос и о работе Турлатовского полигона. Хотя ситуация, наконец, близка к своему разрешению, журналисты не могли не спросить, почему же целое десятилетие разобраться с незаконной деятельностью не получалось. Нормативно регулирование, оно достаточно. Вопрос в одном, вопрос в добросовестности и в том, что вот в этой ситуации на объект, который не был включен в схему обращения с твердыми коммунальными объектами, который не являлся таковым, просто, скажем так, участники рынка злоупотребляли своими возможностями и возили туда мусор и сварили. Конечно, при бесконтрольности со стороны тех органов, которые должны были контролировать. Были вопросы и о работе медицинских учреждений, в частности, о фактах коррупции и принудительных поборах. Право на оказание медицинской помощи, в том числе бесплатное, оно гарантировано Конституцией, как один из способов профилактики. Это прокурорский надзор за качеством, своевременностью оказания медицинских услуг. И мы тоже в этом направлении работаем. То есть, надеюсь, что для Рязанской области то явление, которое вы обозначили, оно все-таки не является системой. Ну, а если такие факты будут выявляться, безусловно, мы на них будем реагировать как средствами прокурорского надзора, так и уголовно-правовыми средствами. В взаимодействии со СМИ – неотъемлемая часть работы прокуратуры, заявил новый руководитель надзорного ведомства. Мол, меры реагирования и проверки нередко начинаются именно на основании публикаций в СМИ. Поэтому тесное взаимодействие с журналистами зачастую помогает решить проблему, даже когда уже кажется, что наступило отчаяние. В общем, реагировать теперь, по словам Дмитрия Каданева, прокуратура будет практически на каждую жалобу.